Ксюша нашла на улице 50 франков, представляете? Чё? И знаете, что сделала Ксюша? Присовывала. У меня подружка попросила, она мне дала целый альбом. Давай, держи, блин, рюкзак. Так, мы приехали выбирать камеру. И пока что нам нравится вот это. Сони. А как наша камера? Вот это вот Canon. И только это уже поновее. У нас Mark II, это Mark III. В общем, мы думаем, какая тебе нравится, Макс. Мы смотрим видео про камеру. Ну что, ребятки, мы купили камеру. Наконец-то. Теперь у нас качество будет намного лучше. Вот такая вот. Ну, в общем, приедем домой, распакуем. Здесь даже есть против ветра вот такая вот штучка. Пушистик. Чтобы звук был хороший и не было шума. В общем, мы едем домой. Девчонки, не знаю, спят, не спят. Мы поехали только с Максом. Ну, сейчас смотрим видео в Ютубе про эту камеру. Как, что она работает. Привет! Кто-нибудь есть? Доброе утро! Добрый день, вообще-то. Как дела? Все, спят еще все? Нет, уже все проснулись. Во сколько встали? Не знаю. Но уже 12 часов. Распаковочка. И у нас еще палка есть. Специальная. Вот такая вот палка, чтобы можно было на ножках ставить на ножки. И она плюс еще с кнопочками, в общем, управлять камерой и кнопками. Идут даже фокусы. Какие наши камеры? Только это Sony, а у нас Canon. Видишь? Лучше. Нам сказали, что эта модель, она специально сделана для блогеров. Специально сделана для блогеров. Да. Там все функции, которые нам нужны. А какие функции? Там мы с тобой снимаем, помнишь? Ты там снимала косметику, ты показывала. И он не... Мне нужно было все время нажимать. Да, тебе нужно было всегда нажимать на камеру, чтобы он сфокусировал. Не было фокуса. А тут она сама фокусирует очень быстро. О, да? И, допустим, фон она делает размытым, а тебя она делает прям четко. В общем, будем проверять. На камеру? На, да. Так, это вот. Как тебе ногти, кстати? Нормально? Привыкла? Она тебя вчера доводила ночью. Помнишь? Помнишь? Что ты ей делала? Что ей делала? Щекотала? Я хотела спать. Так. Наша палочка. Вручалочка. Вот, смотри, какая она маленькая. Смотри, тут две ножки. Теперь не нужно всегда искать какую-то подставку. Слышишь? Теперь не нужно всегда искать, знаешь, на что поставить камеру. Там постоянно, знаешь, какие-то коробочки ставим, баночки, бутылочки. Сверху камеру. Да, и теперь она будет стоять на ножки. Сегодня 21 число. Уже. Через 4 дня. Календарь. Календарь, календарь. Чё ты внизу? Давай, нищий. Давай, открывай. Барби. Открывай. Барби? Зачем ей барби? Ой, птички, осторожно с птичками. Вы что? Птичка. Они и так уже, смотри, заклеенные, переклеенные. Давай, открывай. Я сначала ксюжу снизу. М? Я тебе не буду. Ну что, влог монтировать надо? Слиток золота, представляете, ребят? Слиток золота. Там, наверное, маленькая шоколадка, как всегда. Коробка большая, а Ксюша такую шоколадку учителю своему подарила. О, мой Бог, я ручка, я ручка. Я ручка. Шоколадка. И тут много шоколадок. О, они тут маленькие, Ксюша. Они все маленькие. Я думала, это одна большая. Вау, сколько их тут. Вау, сколько их тут, давай. Спасибо. Засовывай руку. Ручка. Ручка. Я узнала, походу, какой я. Угу. Сразу, думаю, что это ручка. Мы это каждый год дали. Три леденца. Я себе заберу. Вы номер говорили, да, вчера? Да. Я 11 взяла. А Маргарита взяла 16? Нет. Я не знала, походу, я тебе назвала. Ксюша, 11. 11. По-моему, это то, что тебе нравится. Да, Маргарита взяла 16. Ну, вина, давай, покрыть. Давай, открывай. Я? По-моему, я знаю, что это. Я тоже. Мах. Должна быть твоя любимая, да. Еще и зеленая. Еще и зеленого цвета упаковка. Папа! Папа занят. Может быть, это тоже палетка? И чеколадка. Она угадала. Она палетку выбрала. У тебя две палетки новые. Вау! Круто. Смотрите, какая она красивая, да. Смотри, это. Фиолетовый. Смотри. С чем они? Почему они зеленые? Давай осторожно, шлем возьми. Ты не хочешь на велике? Девушка с очками. Зачем вам очки? Кстати, Маргарите нужно к окулисту сходить. Потому что мне нужны очки. Эллик, вот возле кухни ты оставила его. Мне нужны очки. Почему я хожу с очками? Да, у Маргариты очень плохое зрение. Она не видит ничего в школе. Все. Папа настроил камеру. В общем, сейчас мы поменяем. И поменяем камеру, и вы посмотрите разницу. Я надеюсь, будет заметна разница. Раз, два, три. Вот. Смотри сюда. Вот так подсунует новая кара. Малу, ты включаешь, она так круто светит, а она там тетететет. Она фокусирует автоматически. Глаз, она следит за твоими глазами. Вот так вот все. Фокусируется. И если я включу вот эту, и видите, она сразу фокусируется. Я убираю, она фокусируется на Маргариту. Она фокусируется на камеру. Видите, как быстро она фокусируется? Она у нас такого не было. Очень быстро. Раз, два, и все, две секунды. Все. Это конкретно. Поэтому нужно посмотреть, где она следит. В общем, вот так вот, ребята. Я надеюсь. Да, смотрите, какое лицо у Каролины. Знаете, оно еще делает ретушь немножко. Ретуширует. И за глазиком следит. Вот моя рука, фокус. Вот Каролина. Моя рука, Каролина. Смотреть за нами. Да. А то в комментариях я заметила, что писали и говорили, что картинка, конечно, это... Нет фокуса. Фокусируется очень медленно. Да, я знаю, что Граванда. Фокусируется очень медленно. Неприятно смотреть. Поэтому мы ради вас это все делаем, чтобы было вам приятно смотреть. Все. Теперь снимаем только с этой камерой. И с этой палочкой тоже. Кстати, очень удобно. И я всегда раньше просто держала вот так вот камеру. И, конечно, это не очень удобно. Рука устает. И он падает, да? Ну, неудобно держать. И очень часто у нас падала камера из-за этого. Поэтому смотрите, какая она сажает. Болтик потерялся. Все уже. Вот это вот все отклеивается. Ксюша нашла на улице 50 франков. Представляете? Что? 50 франков это, ну, чуть меньше 50 долларов. Где-то 40 с чем-то. И знаете, что сделала Ксюша? Она пошла... В общем, там она нашла где-то возле школы. Да? И там есть магазинчик возле школы. Она пошла в этот магазин. Отдала. Отдала. Если... А что ты написала? Записка? Нет, мое имя написала, чтобы я написала. Это имя 20. Ага. 20, что нужно. И она оставила эти деньги? Если кто-то придет, спросит, что он потерял, она отдаст? Нет, не отдаст. Потому что все могут прийти, говорят, что потерял. И тогда что? Ну, она, наверное, спросит, где потеряли. Что-то не знаю, я не знаю. Ну, если никто не... Она будет, наверное, спрашивать. Ну, да. Если никто не знает, что ты нашла деньги, как бы, любой, знаешь, не придет и не скажет, что это мои. Если ты никому не скажешь. Если ты сейчас расскажешь, там, не знаю, всем своим, всей школе, конечно... Если бы это... Суперцев, если это были бы мальчики, они бы не отдали. Ну, конечно. Будет. Это тогда тебе когда нужно? Завтра будет подойти туда или послезавтра? Ну, мы пойдем. Она сказала, что мы... Ну, если через два дня никто не придет со мной, значит, я могу... Забавь. Хорошо. Потому что завтра она тоже за мной придет. Это девочка. Потом пойдем в фолк и спросим. Если... И, значит, завтра тоже не заберет, значит, я могу... По 25 франков каждому. Если пополам. Я тебе 25 и ей 25. Я тебе дала. Да мне зачем? Ты же нашла. А зачем мне? Ну, купишь что-нибудь? Нет, не надо ничего. Как это не надо ничего? Ничего, миленько. Смотрите, как уже разрастается дерево. Я уже думала, что все. На мусорку и вон, нет. Все хорошо. Просто, видимо, вот эти вот уже высохли веточки и он пускает новые. Красиво. Я только не знаю, срезать их или нет, потому что они уже все, они уже как бы... На них листочков не будет, потому что, видите, тут... А, нет, хотя есть. Вот новые листочки на сухом. Нет, не буду трогать. Вдруг вырастет. Посмотрите, что сделала Ксюша с конфетой. Она сделала какое-то оружие. Это же оружие, Ксения, это опасно. Это опасно. Посмотрите, какое оно острое. Так еще можно сделать острее. Смотрите. Вот так петь, и все. Красота. Все. Это мой бэк-пэк. Спи, ну, мама. Нормально. Я надержусь. Давай, держи, блин. Рюкзак. Держись, а то взять тяжелый рюкзак. А, она мне просто чего-то выгорела. Нет, блин. А то вообще 50 килограммов рюкзак. Нет, она меня сейчас будет запить. Давай. Нет, так круто назад. Боль, так... Нет, я не могу. Она не может взять снова. Она ноги не может взять. Почему? Не знаю. Новый тренд какой-то в ТикТоке. Или подожди. Бэк-пэк. Я рюкзак, я рюкзак. Да я так вот ловлю лежать, ты мне должна взять. Не, у тебя спина вообще не гнется. Ты старушка. Это мои. Ты будешь лежать, а я должна тебя, значит, поднять. Конечно, да. Почему вы мне о ней говорили? Смотрите, какая запись чистая. Вообще прям идеальная. У тебя лицо ровное-ровное прям. Смотри. Да? Красивое лицо. А вот рука. А вот лицо. А вот рука. А вот лицо. Рука-лицо. Рука-лицо вот так вот. Я сейчас хочу сделать сырнички. У меня творог остался. Нужно его как-то использовать, пока он не пропал. Так, включаем плиту. Так. Так, все, я уже заканчиваю. Последние сырнички. И мы будем кушать. И посмотрите на это чудо. Маленькое, пушистое, как она лежит. Ты мой зайчик. Ты зайка такая. Заюша. Лежит, балдеет. Никто ей не мешает. Да, скажи, Боня? Лежу тут себе. Да. Деловуша. Маленькая моя деловуша. Вот так вот. Скажи, я лежу, хочу, чтобы у меня пузико почесали. Но никто ко мне не подходит и не чешет, да? Боня, никто не подходит и не чешет пузико. Можно к вам? Да, можно. Ты закончила? Угу. Она бы рисует, сидит. У тебя так все в точности получается. Тебе знаешь, нужно это, прямые эфиры вести и рисовать в прямом эфире. Не хочешь? Прикольно. В инстаграм? Да. Только нужно как-то камеру ставить, чтобы она показывала вот сюда. И все, просто ввести инстаграм. И там отвечать кому-нибудь что-нибудь, общаться и рисовать. Так, чай закипел, водичка закипела. Будем делать чаек. С вареньем давай. Варенье есть же у нас? Варенье у нас есть. Ой, тут закончилось почти клубничное. Это хорошо, что почти закончилось клубничное. Что тебе нужно? Так вот именно я тебе говорю, что почти закончилось. А у меня еще есть, по-моему, папа купил. Вот, папа купил клубничное еще. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Приятного аппетита. Детки, конфетки. Что ты хочешь? Тебе опять что-то не нравится? Дай ему варенье, пожалуйста. Он сидит, ждет. Так. Ты тоже хочешь попробовать? Да. Ой, вкусно, да? Вкусно. Мам, покушаю один. Это. И все. Еще один можешь съесть? Нет. Я раньше тоже, когда я в школе училась, ну, где-то в классе, наверное, как ты, класс вот так вот шестой, наверное, седьмой, я тоже рисовала, вот так срисовывала. И мне подружка попросила, она мне дала целый альбом. Знаешь, у нас раньше такие были наклейки. Жвачки продавали. Ой, 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 что телефон не улетел, я не увидела. Жвачки продавали с наклейками. И там, знаешь, такие были эти мультяшные эти, ну, в общем. Да. И она мне просила вот с такой вот маленькой, получается, наклеечки, чтобы я увеличила, да, на весь вот, на весь альбомный лист. Я ей, помню, целый альбом разрисовала в таком. Да, реально, вот я рисовала, тоже увеличивала, допустим, у тебя маленькие. Я тоже вот так вот увеличивала рисунки, мне это очень нравилось. Мне тоже нравится. Срисовывать именно вот большие рисунки. Я потом ей весь альбом так разрисовала и отдала, не знаю, сохранился интерес, он или нет. Вот что интересно, что я для себя не рисовала, я для кого-то рисовала. А вот у меня ничего не сохранилось, ни одного рисунка у меня не сохранилось. Вот тут у меня много рисунок, которые я себе рисовала. Я вот себе жалко очень, что я себе ничего не рисовала. Всегда кому-то. И сейчас вот было бы очень интересно посмотреть на свои рисунки. Поэтому сохраняй. Через лет 10-15 тебе будет очень интересно. Валерина, гимнастика. Гимнастика. Луна. Барт. Вот это мне очень сильно понравилось. Почему он плачет? Не знаю, я просто нашла такое. Это тоже гимнастика. Это не очень получилось. Да, что-то тут как-то не это. Ой, тяжко видела. Девушка. Дай, 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 дай. Спокойной ночи. Дай, дай, дай. Лэрит сноу. Когда у нас будет лэрит сноу? Кстати, в следующей неделе будет снег. Скорее всего на Рождество даже будет снег. Круто. Предают. В конце недели и на следующей неделе. Бонни? Бонни где-то спит. Все. Спокойной ночи. Семья, Бонни. Почему она тебе нужна? Потому что она со мной должна... Потом я тебе ее принесу. Все. Спокойной ночи. Вот такой. Прикольно. Только немножко непривычно то, что экран теперь вот здесь сбоку, а не сверху. У нас на старой камере он был сверху. А теперь нужно обращать внимание вот в эту сторону. Ну ладно, это не проблема. Можно привыкнуть. Все так. Папа там сидит, разбирается и читает инструкцию, что там есть нового, интересного, чтобы камеру настроить. Потому что сейчас, мне кажется, она еще не до конца настроена. Мы ее изучаем. Все кнопочки, все функции. Вот, ладно. Все, я буду монтировать. И всем пока. Продолжение следует...